В начале 90-х я учился в заочной школе МИФИ и там в том числе были занятия заочные в виде выполнения письменных работ по русскому языку, потому что в те времена в ВУЗе, даже технические, был формально русский язык. Но, например, в МФТИ он был чисто формальным и даже где-то автоматом что-то зачитывали. Я в МИФИ прошел сразу на несколько факультетов по итогам Олимпиады, также на физфак МГУ поступил и в МФТИ. Но выбрал МФТИ, в том числе чуть ближе было к моему дому, в физмат-школе при МФТИ учился. Поэтому ничуть не жалею. Сейчас в Крестижи МФТИ еще больше вырос, проходной вал просто заоблачный. В отдельных видео добавлю условия задачи. Если вам нравится такой формат видео, то можете поставить лайк, подписаться. В принципе, это не должно устаревать со временем. Вот сейчас сниму и все это отправится знаете куда? В печку. Ну что, это все хранить, место занимает. А вы что делаете со своими старыми школьными тетрадками? Думаете, они пригодятся вашим детям или внукам? Причем стоимость обучения в этой заочной школе МИФИ, Московского инженерно-физического института, была установлена кратно минимальным размером оплаты труда. Потому что инфляция была большая, поэтому стоимость часто устаревала.